Привет-привет, дорогие друзья! С вами Amway 921 и в этом видео мы поговорим про еще один китайский легкий танк. Так сказать, вспомним о нем. Это WZ-132. Уровень его восьмой, а уровень его боев как у танка девятого уровня. То есть мы попадаем в одном случае из трех против девяток, а в двух против десяток. Серьезнейший уровень боев, требующий максимальной концентрации, огромнейших всяких этих навыков и знаний. Ну, в общем, обо всем о том, о чем мы обычно в этих видео разговариваем. И сегодня мы как раз этого китайца разберем поподробнее в свете нынешних реалий. За рулем у нас опять же Гидеон, мастер легких танков, и он поможет нам в этом всем деле разобраться. Есть ли в случае нашего ЛТ какой-то ассортимент в выборе вооружений? У нас есть топовая пушка, которая в целом хороша. Разовый урон в 250, ДПМ чуть более чем 2000, для такой альфы это очень неплохо. Бронепробитие ББшками 189, а подкалиберной голдой 244. Это хорошая голда, что называется, потому что подкалиберные снаряды. Это не кумулятивы, которые там вечно в гуслях теряются, они летают быстро подкалиберы, пробивают отлично, и катки нормально сбивают, и вообще отличнейшая голда. Она универсальная и удобно ей пользоваться против любых, господи, как и презервативы говорю, удобно ими пользоваться при любых сомнительных ситуациях. В отличие от прошлого по уровню легкого танка ВЗС-31, где топовая пушка с такой же альфой была слабо уместна, поскольку разовый урон-то было все, что у него есть, а стабилизация, сведение, точность и ДПМ были незавидными. Поэтому, конечно, мы играли там на 85-мм пушке, то здесь же нет. Здесь эти 100 мм то, что надо. Во-первых, точность 0.36, это отлично. Время сведения 2-3 секунды, хоть и не сильно много, но все ж таки. В целом, эта пушка одна из самых стабилизированных в игре, ну то есть для легких танков имеется в виду. Помимо там всяких этих РУ-251, конечно, после него, наверное, как раз будет этот вазик. И ни много ни мало, он очень подходит для вот такого вот игры, что называется, в дамагера. Легкий танк, дамагер. Да, вот он существует, это ВЗ-32. Пожалуй, единственная, наверное, проблема в этой пушке, это УВНчики. Опускается она крайне неохотно, всего на 5 градусов, но это особенно из китайских танков. Не знаю, правда, как будто бы это оправдание. Конечно, оправданий таким низким УВНам никаких нету, было бы здорово, чтобы они были 10, независимо там ни от чего. Но пока не 10, и в нашей игре приходится как следует оглядываться на это. И всегда помните о том, что рельеф это и союзник наш одновременно, где мы можем укрыться, и враг, потому что мы не всегда можем нормально пострелять. Мобильность. Для ВЗ-32 этот показатель хоть и хороший, но не топовый. Даже удивительно, но у прошлого уровня легкого танка Китая удельной мощности было даже больше, чем здесь. У нас получается почти за 21 лошадь на тонну. То есть это быстрый средний танк по удельной мощности. Но, друзья, известный параметр — сопротивляемость грунтов. В случае нашего ЛТ это не просто хорошие показатели, это отличные показатели сопротивляемости грунтов, даже среди всех других легких танков. На твердых и на средних там 0,5 коэффициент. То есть при не очень высокой удельной мощности, в маневренности этого танка уж сомневаться точно не стоит. Он кого угодно крутит, быстро довольно разворачивается, скорость не теряет при маневрах и этим всячески радует. Другое дело, правда, когда касается вопрос быстро разогнаться или в горку подняться, вот уже там разговор про удельную мощность, где у нас все-таки правда не все так хорошо, но и не все так плохо, как могло бы быть. Обзор базовый, стандартный, для ЛТ-шек 400 метров. Было бы, наверное, хорошо, если бы у топовых ЛТ-шек он был бы сильно выше, чем 400, но 400 это привычная цифра и поэтому, как бы, разговаривая об оборудовании, которое можем поставить на танк, здесь есть вариации. Первая из них это, ну, естественно, досылатель, чтобы быстрее перезаряжаться, естественно, стабилизатор вертикальной наводки, чтобы еще лучше иметь стабилизацию и сводиться из меньшего кружочка и оптика, чтобы уж совсем там светить. Это первый вариант, такой, типа, ну, когда перков мало, либо когда вы не паритесь и все остальное, играете в ЛТ, как в ЛТ, а не как какой-нибудь умалишенный Гидеон, когда он играет на легких танках в дамагеров. Его же сетапчик, это, естественно, досылатель стабилизатора остается, но вместо оптики он встает в вентиль, при этом еще втыкает доппоек китайские там эти помидоры и вместе с ними получает просто невероятного ДПМ-разрывателя всего и вся. Карает просто по КД в НЛД любому, кто там против и не против. Его вариант, наверное, можно порекомендовать опытному уже игрокам, ну, или каким-нибудь там совсем фанатам легких танков, которые, вот, я играю на среднем танке, не знаю, кто его назвал легким, типа, в духе Чак Норриса. Маскировка у танка не сверх рекордная, у нас всего на восьмом уровне 5 ЛТшек и данный экземпляр занимает среднее, третье место по незаметности. Мы говорим сейчас про незаметность в движении, незаметность в положении стоя. Как вы знаете, у класса легких танков существует такой классовый бонус, что в движении, что стоя, у них одинаковая маскировка, то есть нет необходимости стоять, чтобы быть менее заметным, как в случае всех других классов техники. Но важно, у пушки 100-мм, которая сейчас установлена и которую я вам рекомендую, у нее нет никаких дульных тормозов и прочего всякого того, что может снизить маскировку при стрельбе. То есть, для легких танков, а у некоторых это особенность, когда вы стреляете, вы не так сильно светитесь, здесь же нет. Вроде бы стоишь в кустах, весь такой незаметно замаскированный, выстрелил и уже светишься там за миллион километров. Это большой калибр для легкого танка и поэтому помните об этом. А что значит помните? То есть, все равно как бы из-за каких-то двойных, тройных кустов стрелять. Чаще всего вы всегда будете засвечены после выстрела. Поэтому лучше использовать дистанцию, чем укрытие какие-то кусты и прочее, чтобы пострелять. Лоб башни нашего ВС-32 толщиной 55 миллиметров, а верхний бронелист 50. Ну, естественно, это не броня, про которую обычно говорится, что там от нее все отскакивает до единого. Это лишь броня в необходимом количестве для того, чтобы кое-чего где-то отрикошетить. То есть, в нашей игре есть правило трех калибров. Иными словами, от нашей брони не рикошетят только снаряды, если мы говорим про верхний бронелист, с калибром 150 и больше. Таких в нашей игре почти нету, но имеется в виду обычных нормальных танков. Можно сказать, что этот ЛТ иногда будет вас радовать рикошетом. От верхнего бронелиста или толпа башни или от еще чего-то. Это как бы прелесть, потому что на восьмом уровне ни девяностик, ни какой-нибудь там американский Т-49, ни РУ-21 такими радостями не обладают. И, ну, это тоже плюс очевидный в сторону китайцев. Если совокупно собрать все, как бы, качества танка и выделить, что из них плюс, что минус, то очевидно, плюсом является, в первую очередь, отличное орудие с бронепробитием, хорошей голдой, со стабилизацией, которая позволяет играть на этом танке как в маленького среднего, ну или маленького внешне, а большим по цифрам урона, как, например, в этом бою. Вторым плюсом является, конечно, что танк все-таки мобильный. Хоть у него и не сильно высокая удельная мощность, но сопротивляемость грунтов не позволяет его назвать каким-то медленным, слоупочным или типа того. Маскировка на уровне среднего, ну, в смысле, среднего среди всех пяти легких танков, но не на уровне, конечно, среднего танка. То есть в кустах мы отлично светим, можно играть с трубами, если вы любите вот именно в пассивную игру на светлячке, и будет маскировка вам в помощь, что называется. Неплохая голда, которая позволяет пробивать. Но правда помните, что в целом боекомплект не сверх большой. Не знаю, почему Гидька еще с собой 5 фугасов возит, может быть он любит по вафлям стрелять, но я бы на его месте возил на всякий случай побольше подкалиберов. Но я это я, а он это он. Ну и броня тоже маломальский плюсик для легкого танка. Из минусов может нам выделить только то, что танк критуется, естественно, поскольку он весь компактный, там все в очень тесном форм-факторе находится, и любое попадание влечет с собой какие-то криты и повреждения. Ну и плюс ко всему лошадей на тонну меньше, чем даже 131-го АЗа у танка предыдущего по уровню. Ну это мы уже обсуждали, компенсируя, но все-таки подъем в горку, и в общем в целом разгон это не сильно-то наш конек. Ну и еще один минус последний, это маскировка при стрельбе. То есть здесь большой калибр, и мы часто светимся. Собственно говоря, вот такой вот расклад. И что удивительно лично для меня, это любимый легкий танк Гидеона. А он как бы на всех ЛТХах запотел в три звезды, то есть покатал так дофига, что не в сказке, а не в пером описать. И собственно, судя по всему, он знает о чем и говорит. Мне правда его выбор не совсем понятен, но он обуславливает его тем, что это как маленький средний танк. Играешь в дамагера, от тебя как бы никто беды не ждет, и каждый раз удивляется. Как же так, куда делись все мои хп. Дамажит, светит, это вот все про ВЗ-32. Танк очень универсальный, но при этом сам светится, конечно, по стрельбе. Казалось бы. Лично же я не считаю прям ВЗ-32 таким сверх крутым легким танком. Конечно, он точно неплохой, но он не самый, наверное, мой любимый. Мне больше нравился АМХ-13-90. Если вы помните, у него какая-то была пора, когда я пытался ЛБЗ выполнять на девяностике, прямо слезть с него не мог. Как же мне он нравился. Вот он уж точно дамагер своего барабаном. Ну или рушка на худой конец. Тоже, в принципе, неплохой ЛТ и стабилизация. Есть и обзор, и мобильность повыше, чем у ВАЗа. И по статистике, по этой причине, 132-й ВАЗ занимает предпоследнее место по винрейту среди легких танков, уступая пальму первенства только лишь Т-49. То есть, ну, он, наверное, давнишний, просто уже и на нем не играют какие-то специалисты-профессионалы, потому как особого смысла, наверное, нету. Все-таки, наверное, для китайских топовых СТ-шек лучшая дорога была бы через средние танки нечетовых, через этих ВАЗиков. Но все ж таки, как говорит Гитко, он неплохо, а значит, это, наверное, так. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал и жмите лайк, если вам понравилось видео. Пока!